С чем у вас ассоциируется Ленинский район? Может быть Брестская крепость, Советская городской парк или набережная? Наверняка сегодня каждый брещанин не может представить город над Богом, а если быть точнее, Ленинский район без названных и других достопримечательностей. Сегодня ленинцы с уважением относятся к юбилейной истории своего района, к тем, кто стоял у истоков его создания, кто возглавлял его в течение 45 лет и заложил основу для лучших традиций в различных сферах нашей жизни. И неудивительно, что из уст каждого накануне праздника звучали такие слова «Я люблю Ленинский район». Всю жизнь прожила, проработала в этом районе. Мне все нравится в Ленинском районе. Я люблю его за динамичное развитие, за то, что постоянно в поиске нового. Посмотрите, что сделано в Ленинском районе. Прекрасная набережная, Брестская крепость. Его просто нельзя не любить, потому что он чудесный район. За что вы любите Ленинский район? За то, что это исторический центр города. Много очень зданий таких интересных, еще с польского времени построены. Чисто, аккуратно, весело. В общем, все хорошо. В Ленинском районе я живу уже 25 лет. Вот в этом доме. И муж получил квартиру. И так живем в этом. Живу в этом доме. Мне нравится, благоустроенный. Все сделано. Все для блага людей. Все красиво. Все как-то уютно. Вот мне Брест больше всего нравится. И вот центр Ленинский район – это вообще. Свой 45-летний юбилей Ленинский район отметил в одном из любимых мест Брещан – набережная Франциска Скарины. Праздничным мероприятием район, который сердцу дорог. Это был яркий, радостный день, разделить который пришли Брещане. Именно они – главная ценность Ленинского района. 45 – это такой замечательный возраст, когда действительно все состоялось. Налажены определенные моменты, определенные вещи, которые уже основа и довольно четкая основа. И дальше уже остается только действительно вершить, вершить, опираясь на то, что было основано за 45 лет. 7 апреля состоялось разделение районов и юбилейная дата была отпразднована 7 апреля. Но по согласованию с руководством областного исполнительного комитета было принято решение массовое мероприятие для жителей, гостей нашего города перенести на летний период. Когда будут каникулы, когда люди будут в отпусках, когда у нас будет много гостей. И сегодня для всех категорий наших граждан организован большой праздник. Это и для самых маленьких деток, и для взрослых – масса футкоров. Около 100 объектов торговли работает на нашей набережной. 45 лет позади, но те, кто стояли у истоков создания Ленинского района, оставили яркий след, сделанного за этот короткий исторический период. Комфортные жилые дома, учреждения здравоохранения, культуры – все это построено с умом и руками жителей. В Ленинском районе на данный момент 106,5 тысяч жителей. Прирастаем, новый микрорайон лейтенанта Рябцева, о котором уже говорили не раз, прирастаем и будем прирастать. Планы, конечно, громадные. Планы, конечно, это развитие экономики, несмотря на те моменты, которые нам, может быть, немножко мешают. Конечно, живем в сложный мы период, и внешние какие-то факторы влияют. Но, тем не менее, могу говорить о том, что экономика, промышленность нашего района с честью выставила переломные, переходные такие периоды. Да, дальнейший курс только на развитие, только на развитие, на поддержание социальной сферы. И основная задача, конечно, чтобы наш город становился краше, более благоустроенным, приятным и комфортным для проживания, и чтобы наши гости, которые приезжают к нам постоянно, просто восхищались этим городом. Более ста объектов торговли развернули свои ряды на праздники, а еще игровые и интерактивные площадки, дегустации, викторины для детей, танцы, песни и многое другое. Если взрослые были увлечены концертом, то для детей были организованы зоны аквагрима, игры в шашки и лазертак, прыжки на батутах и фотосессии с ростовыми куклами. Праздник бесспорно был продуман до мелочей, где каждый мог найти себе развлечение и отдых по душе. Праздник без эмоций, детского смеха и моря улыбок, ну и, конечно же, без поздравлений. Самые теплые и искренние слова на праздники в адрес любимого Ленинского района звучали от брещан. В Ленинскому району процветание, красоты, мира, добра, чтобы все было хорошо у всех. Счастья и благополучия. Как и всему Бресту, только всего самого лучшего и процветание, и чтобы всегда здесь было только все самое хорошее. Я Ленинскому району пожелаю, чтобы он также процветал, чтобы радовал своими успехами всех жителей города Бреста, чтобы предприятия работали успешно, чтобы люди радовались то, чего достигли, и достигли еще большего. Вечером набережная Франциска Скорейны превратилась в одну большую, яркую, динамичную танцевальную площадку под открытым небом. Здесь проходила заключительная часть праздника, ярко-эмоциональная, а главное – запоминающиеся выступления творческих белорусских коллективов, таких как кавер-группа «Слайды» и ретро-вумен-трио «Розовые розы». А также выступление шоумена Германа Титова. Именно он устроил большой караоке со зрителями. Хедлайнерами встречи стала группа «Винтаж» и ее солистка Анна Плетнева. «Вы готовы? Вы! Просто обнимите меня! Просто расскажи мне! Просто мы с тобой! И что? Не растяните меня! Просто обнимите меня!» Заключительным аккордом прекрасного вечера стал красочный фейерверк с юбилеем Ленинский район с днем рождения.